И я, солнышко, принесло для вас подарки. Пришло не с пустыми руками. Вы любите получать подарки? Да! У этой конкурсантки получилось подкупить свою аудиторию. Перед самыми маленькими и сложными судьями Ольга Гостева чувствует себя уверенно, хоть и впервые участвует в конкурсе «Лучший воспитатель Алтая». С малышами Ольга работает уже 7 лет. Еще 7 лет до этого была учителем русского языка. Говорит, что педагог – ее призвание. От детского гула не устает, сохраняет чуткость каждому ребенку и с удовольствием наблюдает за развитием малышей. Профессия воспитатель и педагог – это семейная. У меня мама – педагог, воспитатель, работала всю жизнь, сестра – педагог, у меня тоже образование педагогическое. Дядь, тетя – все педагоги. И когда стал вопрос, куда пойти учиться после 11 класса, я пошла в педагоги. Сейчас задача конкурсантки – научить детей делать необычную аппликацию из манной крупы. Ничего сложного, но в том и вся соль. Нужно увлечь ребенка простым процессом и выиграть конкуренцию мобильного телефона. Современные родители все чаще жалуются, что дети отбились от рук, и самый важный период своей жизни проходит у экранов гаджетов, а детская площадка у дома пустая. Но воспитатели с этим спорят и даже выступают за цифровизацию. Так дети с малых лет учат английский, разбираются в технологиях и даже занимаются наукой в кванториумах. К тем способностям, которые сейчас у детей добавились, это IT-технологии, они погружены в эти технологии. Мне кажется, всегда дети творческие, способные, интересные, подвижные. Может быть, сейчас некоторые дети стали более подвижны, некоторые более закрепощены. Но в целом дети – это дети. Это наше поколение, это наше воспитание, это наше выражение. Достойны ли конкурсанты звания лучшего воспитателя Алтая, узнаем уже в пятницу. Из 37 участников победитель будет один. Он и отправится в Краснодар бороться за звание лучшего воспитателя России. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком. А скажите, пожалуйста.